Здарова! И сегодня у нас Carmageddon Max Damage. Это такая аркадная гоночка с кишками жалких людишек и надмозговым переводом. Да-да, та самая атмосфера трешовых игр 90-х. И с одной стороны, это можно расценивать как плюс. Игра отправит нас во времена молодости. А тогда, как известно, и трава была зеленее, да и вставляла она круче. Но вот с другой стороны, игра практически не выросла. А в чем-то даже и потеряла. А ведь в следующем году серия стукнет уже 20 лет. Вот, например, раньше карму можно было сравнить с Need for Speed. Понятно, что это разные игры, но все же. А сейчас это просто игрушка за 300 рублей. Ладно, мое вступление что-то затянулось. Итак, графоний здесь сравним с поделками на Unity. Сами машинки сделаны хорошо, а вот детализация локаций оставляет желать лучшего. У меня же в Full HD на средних настройках игра выдавала около 60 кадров, что в принципе нормально. Ну то ладно. Кровь есть? Есть. Повреждения машинки есть? Тоже есть. А вот разрушаемости в локациях почти нет, за исключением всякого мусора. Но это уже придирки, наверное. В общем, хоть с реинкарнацией графику немного поправили, но она все равно остается устаревшей. Как ни крути. Теперь надо было бы рассказать про сюжет, но здесь он просто отсутствует, как и в большинстве игр серии. Ну, то есть кроме богомерзкого TDR 2000, в котором их было аж целых два, в зависимости от рынка. И в одном у нас был зомби апокалипсис и человечки с зеленой кровью. А в другом были банды и прочие маргиналы с красной кровью. У нас же цвет крови можно переключать, и доступна еще и синяя кровь. Это внутренняя жидкость роботов. То есть вообразить себе можно все, что угодно. Вот только местные человечки больше всего похожи на зомби, потому что практически никак не реагируют на творящееся безумие. Ну ладно, ладно, некоторых можно записать в роботы, потому что они, бывает, пытаются как-то увернуться, но вот в остальном остаются такими же деревянными. Я не понимаю, где мольбы о пощаде и проклятие? Их нет. Болванчики способны только тихо вскрикивать и то через раз. И казалось бы, это основная тема игры, но в той же GTA этот момент более проработан. Наши оппоненты тоже на редкость молчаливы, да и местный ИИ настолько туп, что даже не может нормально доехать до чекпоинта. Поэтому в Кармагеддоне мы не будем стараться убить всех человечков или затаранить противников, потому что это скучно, долго и по сути не поощряется самой механикой игры. Гораздо проще следовать основному условию победой и получить наибольшее количество очков за гонку, что позволит быстрее продвигаться по карьере. Единственное исключение, это когда надо сломать машину, которую вы хотите добавить себе в гараж. В общем, по сути первой части Кармагеддона, это уничтожение с элементами гонок. А сейчас это аркадные гоночки с возможностью всех уничтожить. Подводить итоги в этот раз я не буду. Это просто немного не тот Кармагеддон. Но в целом, если забыть о первых частях, то это неплохая аркадная гоночка со своим стилем. Вот и все. Всем пока и подписывайтесь, если хотите узнавать о игровых новинках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok